Говорим о ситуации на южном участке фронта, в том числе на левобережье Херсонщины. Зет-военкоры сообщают, что личный состав российской группировки на этом направлении деморализирован, а в СУ продвигаются. Какая на самом деле обстановка, расспросим Сергея Братчука, главу общественного совета при Одесской областной военной администрации, спикера Украинской добровольческой армии Юг. Сергей, здравствуйте. Слава Украине. Доброе утро. Героям слава. Сергей, хотим начать с оперативной обстановки. Киев пережил сегодня и до сих пор переживает непростую ночь. Обстановка сложная, шахеды летят на столицу, их сбивают громко. Как в южных регионах ситуация, как прошла ночь там, в Одесской области, в Николаевской, Херсонской? Ну, во-первых, хочу сказать Киеву, что Одесса всегда рядом, так как Киев находится рядом с нами всегда в тяжелые минуты. У нас небольшая такая оперативная пауза по обстрелам. Враг пытается только минировать морскую акваторию. Он выпускает минно-взрывные приборы, определенные, скажем так, еще не всегда установленный характер. Что это за взрывчатка в направлении как раз нашего экспортного морского коридора, потому что ничего больше сделать не могут, поэтому тактическая авиация довольно активно таки действует. Периодические сигналы воздушной тревоги в Одессе, в регионе именно поэтому звучат. Что касается ситуации этой ночи, то у нас 4.5.0, поэтому, слава богу, держим кулаки за Киев еще раз скажу. Что касается ситуации в море, то враг свои ракетоносители все спрятал. В основном они находятся в Новороссийске, они уже находятся в Туапсе, о чем мы тоже постоянно говорим. Ну и, собственно, несколько ракетоносителей находятся в Севастополе. Я думаю, что как раз по Севастополю эта ситуация временна и о плане того, что и эти корабли уйдут в другие порты и будут в других базах прятаться и находиться там. Что касается дежурства кораблей в самой акватории, то, как правило, сейчас это 2 корабля в Черном море, один корабль в Азовском. Сейчас с утра будет мониториться ситуация, готовимся к штормам, потому что погода обещает, скажем так, неприятные сюрпризы, а это, естественно, так или иначе может влиять на ход боевых действий. И, по крайней мере, надо перестроиться, что будет, как будет, будет ли снег, будет ли сильный шквальный ветер, поэтому на это тоже реагируем. Вот вы сказали о том, что российские оккупанты спрятали свои ракетоносители, увели их в Новороссийск. С чем это связано? С погодной ситуацией на море или боятся? Есть хорошее украинское слово «малюк», с малюками в том числе. Мы говорим о морских дронах, то есть мы говорим о том, что сегодня небезопасно в акватории Черного моря, причем это касается всех локаций абсолютно, не только, например, там северо-западной локации, там, где сегодня проходит маршрут навигации, где проходит экспортный морской коридор, ну и, собственно, неспокойно и в том же Новороссийске, или Туапсе, мы прекрасно понимаем, что оплатилие дронов украинских, она может достать врага в любом месте. Именно с этим и связано, именно поэтому передислокация, именно поэтому максимально ограничивается выход на боевое дежурство. Погода, да, конечно, влияет, но это не основной фактор. Основной фактор – это силы обороны Украины. Какая обстановка на правобережье Херсонщины, которую российские оккупанты нещадно обстреливают ежедневно? 23 ноября, например, по Чернобаевке ударили предположительно кассетными боеприпасами. Какие последствия этого удара и удалось ли подтвердить, что это были именно кассетные боеприпасы? К сожалению, там есть погибшие. Насколько мне известно, три человека погибли, несколько человек ранены, не менее пяти. Ситуация на правобережье действительно довольно-таки сложная, потому что как раз и идет использование врагом именно авиационного вооружения, кассетных боеприпасов, в том числе используются реактивные системы залпового огня, то есть грады. С другой стороны, вот накануне мы можем говорить о том, что наши разведчики, морская пехота уничтожили один из таких градов, то есть обстрелов, понятное дело, не станет намного меньше, но тем не менее на какое-то время чуть-чуть можно будет вздохнуть. Ситуация очень сложная, потому что враг максимально пытается обстреливать правый берег. Прекрасно понимаем, потому что те действия на левом берегу наших подразделений, подразделений вооруженных сил Украины, они, мягко говоря, тревожат противника. Он пытается максимально сегодня задействовать все свои ресурсы, резервы в том числе, для того, чтобы уменьшить серую зону на левом берегу, ну и, соответственно, атакуют те плосдармы, которые завоевали, которые сегодня на них держат позиции наши морские пехотинцы в том числе. Ну и, собственно, те удары по врагу, которые удается наносить именно на левом берегу, они, конечно, влияют на боеспособность и отдельных подразделений, отдельных соединений так называемой российской армии, потому что, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты, это, кстати, пропивка февастопольская, очень потрепали ее в этих боях, очень много погибших, очень много трехсотых, очень много уничтоженной техники. И, к сожалению, понятное дело, что у нас тоже есть потери, к сожалению, эти потери иногда невосполнимы, потому что действительно уходят лучшие бойцы, но, тем не менее, удается делать главное. Мы на левом берегу, наши стоят, и я думаю, что те задачи, которые перед ними поставлены, они выполнят. Речь не идет, сразу хочу сказать, о каком-то контрнаступлении, о масштабных каких-то действиях. Все есть в головах нашего высшего военно-политического руководства, есть определенные задачи, информационная тишина, то, что мы с вами максимально соблюдаем, и это правильно. Вот вы вспомнили о 810-й бригаде морской пехоты российских оккупационных войск, так называемые военкоры российские, Z-блогеры пишут о том, что личный состав этой бригады деморализован, также 144-й мотострелковой, 26-й мотострелковой, и 326-го штурмового полка. Вот там личный состав тоже деморализован. С чем это связано? Ну, связано-то, прежде всего, с действиями силы обороны на левом берегу, и не только на левом берегу, но и по всему фронту, потому что вы прекрасно знаете, что атаки врага идут по всей линии фронтовой, атаки очень интенсивные, мы говорим снова о пушечном мясе, об использовании максимально тех людей, которые просто ведут на убои. Что касается деморализации, понятное дело, сегодня, к сожалению, но это правда, это реалия, мы не говорим о том, что наблюдается, скажем так, подготовка к жесту доброй воли, но то, что дезертируют многие из своих подразделений, и, ну, в лучшем случае, кому повезет, они попадают в плен вооруженных сил Украины, я сейчас понимаю, что нас смотрят далеко за пределами нашей страны, то это выход из ситуации, причем отличный выход из ситуации, сдаться в плен, находиться на территории Украины, и потом, после нашей победы, уже вернуться на родину живым и невредимым. Делайте именно так, я обращаюсь к российским солдатам, если вы хотите вернуться домой, не хотите гнить где-то в украинской степи. Так вот, что касается деморализации, понятно, что гонят на убой, понятное дело, что управление войсками тоже периодически нарушается из-за действий вооруженных сил Украины. Резервы не все еще задействованы, если мы об этом говорим, но потери, именно потери, они тоже влияют психологически на личный состав. 810-я, она уже вообще несколько раз меняла свой личный состав, начиная с полномасштабного вторжения, погибала и ложилась в боях с украинскими войсками и в северной части нашей страны, и здесь у нас на юге. Поэтому они повторяют просто судьбу своих предшественников, у которых они сегодня ничего спросить не могут, потому что их давно нет. 810-я, ну что ж, привет Севастополь, мы будем и в Севастополе. Также эти так называемые Z-блогеры, Z-военкоры утверждают, что вооруженные силы Украины смогли перерезать трассу Новая Каховка-Олежки. Мы понимаем, что верить на слово российским пропагандистам нельзя, но все-таки, что это за трасса, что известно по ситуации вокруг нее, насколько это важный логистический маршрут для российских купантов? Очень правильное с вашей стороны уточнение о том, что так называемым военкорам верить нельзя. Я вообще скажу, что их ложь, она их убивает. Напомню, да, ситуация о том, что человек в военной форме, не представлявшийся военкором или кем-то там пропагандистом, корреспондентом, был уничтожен украинскими вооруженными силами, как законная военная цель. Вы поняли, как бы ситуация, говорю, повторять не буду. Так вот, что касается вашего вопроса, мы говорим о том, что рейдовые действия, также диверсионно-разведывательные действия украинских подразделений на левом берегу, они как раз и направлены на то, чтобы бить по логистике врага, абсолютно верно, бить по пунктам управления, ну и уничтожать технику и личный состав, я уже об этом сказал. Что касается этой дороги Олежки-Новая Коковка, действительно в нескольких местах удалось нашим бойцам перерезать эти пути снабжения, это самое главное, это пути снабжения тех подразделений российской армии, которые находятся непосредственно в боевом столкновении с нашими подразделениями, или те, которые могут подтягиваться как резервы. То есть идет уничтожение БК, идет уничтожение техники, провианта в том числе, что естественно снижает боеспособность российских подразделений. Пока других, скажем так, новостей в этом направлении нет, я думаю, что они, конечно же, появятся, но враг действительно разгоняет сегодня ситуацию определенным образом. Главная цель какая? Ну, создать у нас настроение эйфории, у нас рабочее настроение, сразу хочу сказать, а у бойцов, которые сейчас там непосредственно, оно боевое. Что касается еще одной задачи, то, естественно, попытаться обмануть наше командование для того, чтобы наше украинское руководство продемонстрировало те или иные решения дальнейшее по этому направлению. Не дождутся, как говорят у нас в Одессе. Сергей, а можете рассказать о том, что происходит в районе села Крынки, Херсонская область? Ну, мы можем говорить о том, что этого населенного пункта фактически уже нет, осталось одно название, потому что враг усиленно производит бомбардировки этого населенного пункта, вернее, то, что от него осталось, потому что это село, этот населенный пункт как раз и является одним из населенных пунктов в серой зоне. Понятное дело, что враг пытается и авиаударами, и артиллерией, и реактивными системами залпового огня давить на наши подразделения, которые удерживают плацдармы на левом берегу. Да, это будет яркая, героическая и, отчасти, трагическая история, страница в нашей военной истории, в нашей истории российско-украинской войны, но на сегодня населенного пункта, к сожалению, нет. Поэтому очень сложно удерживать такие позиции, тем не менее, нашим это удается, и мы все молимся за то, чтобы всем в этом бою повезло. Сергей, ну и если коротко, о ситуации на Запорожском участке фронта. Там идут бои, бои встречного характера, потому что враг пытается вернуть те позиции, которые потерял несколько недель назад, более месяца. Ситуация вот такого характера, атакуют, но получают по шапке. Спасибо вам, Сергей, за то, что присоединились. Сергей Брачук, глава общественного совета при Одесской областной военной администрации, спикер украинской добровольческой армии Юг, говорили о ситуации на южном участке фронта. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.